Ку-ку, друзья! Я Арина и добро пожаловать на Мельфей! Вероятно, вам очень необычно видеть меня в кадре, потому что обычно я за кадром, когда снимают для вас рецепт. Но поверьте, на это есть несколько причин, и я хочу сегодня с вами об этом поговорить. За март на канале вышел, по-моему, один полный рецепт и несколько рилсов, и все. Зашла такая ситуация, что я немножко захотела поменять формат, в котором я снимаю видео. То я имею в виду, когда говорю поменять формат. Когда ты продолжительное время снимаешь какие-то рецепты, видеорецепты, и делаешь это в формате уже в таком, который присутствует на ютюбе, в большом количестве. И, понятное дело, почему так происходит. Потому что, когда ты начинаешь вести свой видеоблог, тебе нужно на что-то опираться. А как еще делать, если просто попробовать сделать так, как делают все? Но со временем мне, как творческому человеку, это немножко надоело. Я столкнулась с тем, что я пришла в тупик. Мне просто захотелось выделяться. Мне немножко приелся тот формат, в котором я снимаю. Хочется внести какое-то разнообразие. Хочется как-то поменять картинку. Хочется как-то больше взаимодействовать со своей аудиторией. Появляться, проявляться, показываться. Чтобы мы с вами были немножко ближе. Поэтому я приняла решение, что я немножко хочу изменить формат видео, который я делаю. Я уже столько слов сказала о новом формате, но еще ни слова не сказала о том, что это за формат такой, как он вообще будет выглядеть. Я хочу снимать видеоподкасты, в которых я буду рассматривать какой-то вопрос кондитерский. На самом деле, когда ты снимаешь рецепт, даже если ты делаешь большой хронометраж видеорецепта, то не вся информация помещается. Не всегда есть возможность совместить всю важную информацию в сам рецепт. Поэтому я подумала, что для таких случаев формат видеоподкаста будет очень удобен. Я хочу показывать все. Как выглядит сама технология приготовления рецепта. Рассказывать максимально подробно, насколько это можно рассказывать. О всех нюансах, о всех тонкостях, каких-либо трудностях, которые возникают при приготовлении. И тем самым я просто помогу кому-то ответить на их вопрос, почему же у них что-то не получается. В общем, я хочу использовать все возможные доступные способы донесения информации. Тем более, что если вы следите за шортс, а если вы следите за шортс, вы наверняка знаете, что я всегда очень люблю рассказывать про какие-то нюансы. Для меня всегда важно раскрывать тему именно полномасштабно. Вы знаете, что я не особо люблю рецепты, в которых рассказывается просто технология приготовления, где смешаете это, перемешаете это, положите туда, и, собственно, ваш десерт готов. Я не совсем такое люблю, потому что я больше за детальность. Возможно, я слишком любопытный человек, но мне всегда интересно разбираться именно в процессах. Какие процессы происходят при соединении двух компонентов? Мне кажется, что это даже вопрос не любопытства, а, наверное, правильной позиции, потому что если ты понимаешь, что происходит у тебя в рецепте, если ты понимаешь не только технологии, но и химические процессы, ты в целом полностью контролируешь ситуацию. То есть ты можешь понять, почему, если у тебя что-то не получилось, ты можешь, в принципе, прианализировать, что пошло не так, то есть в каком процессе это пошло не так. То есть знание просто дает тебе безопасность того, что ты сможешь правильно урегулировать какую-то проблему, если она произойдет. Я топлю за то, чтобы предоставлять информацию более подробную, потому что я также вижу проблему на ютюбе в том, что, правда, очень много рецептов, которые дают просто технологию. И, правда, еще нет такого формата, который тебе давал бы какие-то более подробные знания, потому что, как правило, такие знания, они даются только в соответствующих учреждениях. К сожалению, в современном мире не так много времени, чтобы это искать, чтобы с этим разбираться, поэтому есть я. Мне интересно все это искать, мне интересно в этом во всем разбираться и привносить это в свои рецепты. Я хочу предоставлять вам просто огромное пространство для ваших возможностей и огромное пространство для того, чтобы получать знания. Новые, доступные, самое-то главное. В скором времени я сниму свое первое видео про карамель, где я подробно-подробно, очень подробно расскажу обо всем, все покажу, чтобы вообще ни у кого не осталось никаких вопросов о том, как это делается, что происходит при варке карамели, почему она засахаривается, как сделать, чтобы она не засахарилась, в общем, так далее. Все вот эти вот насущные вопросы. Ну что же, я надеюсь, что я донесла свою основную мысль, я донесла до вас свою идейность. И, в общем, не пугайтесь, ничего не пропадает, просто иногда нужно время, чтобы переосмыслить то, что у тебя есть, придумать что-то новое и просто дать себе отдохнуть. На канале также будут выходить обычные рецепты, появится новый формат, который я надеюсь, что вы будете очень ждать. Обязательно напишите в комментариях, если вы ждете данный формат, и мы очень скоро с вами увидимся. Спасибо, что досмотрели до конца, и увидимся в новом видео. Всем пока!